Но в каких случаях ахиллан стоит употреблять? Когда уже есть серьезные заболевания, гастриты и язвы? Или когда вот только симптомы появляются? Смотрите, ахиллан это вообще гастропротектор. Гастропротективное свойство. То есть защита желудка. То есть заживляет язвенные дефекты, восстанавливает слизистую, противовоспалительное, спазмолитическое, болеутоляющее, такое мягкое желчегонное, кровоостанавливающее действие. Антиоксидантное и так далее. Ахиллан улучшает этот экстракт травы тысячелистника. Кстати, тысячелистник выращивает сам биолит на своих хозяйствах. Теперь смотрите, как это проявляется. То есть отвечает за выработку муцина, слизи, выработку пепсина и так далее. Вот смотрите, самая распространенная патология желудка, вот самая известная, это что? Это гастрит, то есть воспалительный процесс. Но гастрит бывает, когда слизистая такая, отечная, красная, и когда она, наоборот, слишком сильно вырабатывает свои там ферменты, соляную кислоту. И в итоге гиперсекреция, изжога, повышенная кислотность и так далее. Вторая ситуация, это когда атрофический гастрит, когда слизистая, наоборот, атрофированная, складочки такие гладенькие, тоненькая, плоская, и наоборот, не вырабатывает то, что нужно. И тот, и другой гастрит могут закончиться чем? Гастрит гиперфункция приводит к образованию язвы, а язва может закончиться или ее озлокочислением, то есть враг превратится, или там прободение язвы, человек умер от перитонита. Или, а если это атрофический гастрит, то это тоже перерастает в онкологию. То есть и хоть с той, хоть с той стороны нам как бы хорошего мало. Что делает ахиллан? Он успокаивает слизистую, снимает воспаление, начинает ее оживлять, если это была атрофия, и наоборот, приводит в норму. Плохо вырабатывалась слизь, начинает хорошо вырабатываться. Гиперсекреция была успокаивает, то есть снижается кислотность. Наоборот, вялая секреция немножко ее повышает. Приводит в норму хеликобактера нашего, который перестает нам вредить, а становится опять полезным сопрофитом, то есть нашим сожителем, который вообще-то, хеликобактер вырабатывает вещество, которое гранзим, ой, грелин, которое отвечает за регуляцию аппетита, например. Так что хеликобактер, вообще-то, друзья, это полезный микроб. Но потому что у нас на желудок все консерванты и прочее, все, что мы едим, и он просто мутировал, он вынужден был защищаться. Так вот, ребят, и у ахиллана есть еще. Это профилактика кровотечений. Вот давайте я вам прямо зачитаю. Итак, ахиллан, язвенная болезнь желудка, 12-перстник, кишки, воспалительная, эрозивная, язвенная, инфекционные заболевания, ЖКТ, гастриты, колиты, гастроэнтериты, диареи различные, печень и желчеводящие пути, заболевания желудочно-кишечные, ну, то есть все слизистые, на все работают, а еще кровотечения, маточные, кишечные, носовые, десневые, и еще воспалительные заболевания яичников и матки, фибромиомы, нарушение менструального цикла, болезненные менструации, климактерические расстройства. Представьте себе, снижает изжогу, убирает изжогу, да, снимает спазмы, снимает боли, улучшает аппетит, и очень хорошо работает, особенно в начальных стадиях онкологических заболеваний, как онкопротектор. Вот представьте себе. Я поняла, что лучше пропить, чем не пропить. Гастроэнтерология, гинекология, да, и вообще.